Привет! Расскажу тебе о том, почему стоит доверять интуиции, как она выглядела у меня. Буквально на днях была такая ситуация, звонит мне условный, якобы заказчик, которому нужно было сделать ряд работ. И, собственно, я прихожу на объект, что я начал обращать внимание. Изначально мы договаривались на определенный объем розеток, да, предположим, что это было 20, их просто нужно установить. То есть, установлены под розетники, выполнена работа, осталось вот только поставить. Итак, первое, на что я обратил внимание, когда этот человек меня встретил и начал проводить по объекту, это то, что он вел себя крайне украдчиво, постоянно смотря из-под злобья, даже в некотором смысле опасливо. Следом, я увидел, что часть установочного оборудования установлена. То есть, значит, уже здесь кто-то работал. Дальше заранее он предупредил меня о том, что у него там работают люди. Ну, когда я зашел, там было несколько людей внешности классического трудового мигранта. Они все постыло смотрели в пол. И самое интересное, они были одеты в чистое. То есть, создана ситуация, обстановка как будто бы там работают, но эти два человека, которые якобы там работают, там не работали, по крайней мере, сегодня. Хотя он говорил, что там люди находятся. То есть, еще раз, они в чистом, они не работали, нет ни одного разведенной смеси. Все выглядит так, как будто это помещение уже недели, полторы, а может даже две покинуто. Вследствие я узнал, что оказывается проводку. Изначально монтаж делал один специалист. Частично уже установил оборудование другой специалист, что тоже, скажем так, вызывает сомнения. Выяснилось, что объем работы очень сильно увеличивается, потому что изначально там количество розеток, какое-то он мне сказал, выяснилось совершенно другой объем работ. Там еще и непонятно, что там за кабели и тому подобное находятся в распредкоробке, которые нужно разобрать. То есть, если человек не сделал этого, хотя ставил установочное оборудование, это значит, что человек убегал. И убегал достаточно быстро, либо нарочно так сделал, ну короче, и так далее, и тому подобное. А следующее, что вызвало у меня подозрение, и где чуйка у меня сработала, что не нужно работать с этим человеком, это человек не понимал, где что лежит. То есть, этот условный человек, который работал на этом объекте, вообще не понимает, где лежит установочное оборудование, где что вообще располагается в этой квартире. То есть, такое ощущение, будто человек эту квартиру видит впервые. А это очень важно. То есть, этот человек здесь никогда не находился. Итак, мы имеем ряд факторов. И, кстати, этот человек мне сразу сходу начал тыкать и общаться со мной в некак надменном стиле. А, еще нужно понимать, что он не заказчик, он исполнитель. То есть, я получаюсь субподрядчик или субисполнитель. То есть, я буду работать исполнителем на исполнителя. То есть, это тоже очень сильно бросило тень на происходящее здесь, так как он не владелец квартиры. А это тоже очень важно. Ну и впоследствии я понял, что я работать не буду. Я не хочу это все замерять, смотреть, считать и так далее. После чего человек прям откровенно руганью. Ну, если цензурно, то если не умеешь работать, то и нечего было приходить. Потом этот инфантил, который пытался себя вести, как альфач, написал мне еще и отзыв в Авито, где выставил меня якобы малолеткой, что я умею исключительно только лишь в компьютер играть. И это мне написал человек, у которого на тот момент было не одного отзыва, то есть, пустой аккаунт, а сейчас у него только один отзыв, отрицательный, с одной звездой. И он это говорит человеку, у которого аккаунт 56 отзывов, да, на тот момент в Авито. Поэтому меня это очень сильно потешило. Я написал открытый, развернутый ответ, где четко все разъяснил и пояснил. Обращайте внимание вообще на все. Очень внимательно слушайте потенциального заказчика. Все, что он говорил до, по телефону и после, уже при встрече. Сопоставляйте. При выявлении лжи не соглашайтесь на работу с этим человеком. Я думаю, если окажется, что этот человек действительно нормальный, ну, вам повезло, а если не окажется, то вы потеряете, а, у ему времени, б, деньги, и, ц, вы потратите ресурс вашего инструмента, в том числе вашего тела, потому что так или иначе вы совершаете работу. Цените себя, свой инструмент и свою работу. Вот. И самое главное, свое время и здоровье. На этом все. Если вам есть что дополнить, пишите обязательно в комментариях. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Оставляйте несколько комментариев. Это поможет продвижению ролика. Если это кому-то поможет, обязательно делитесь им в своих соцсетях или отсылайте своим друзьям. Ну, а на этом все. Успехов и счастья. Пока.